вы на канале семена партнер и сегодня я покажу несколько интересных томатов и расскажу как с помощью простых средств защитить трещины на томатах от гнили присоединяйтесь но сначала расскажу историю вот этой грядки сделана она была в самый последний момент ну где-то уже в конце июня у меня оставалась рассада и в принципе я уже думал что она у меня пойдет на выброс но естественно рассаду очень жалко выбрасывать как и многим огородникам и вот все-таки я решила ее в конце июня высадить в открытый грунт думаю будь что будет вот как раз и посмотрю на те гибриды как они будут себя чувствовать рассада конечно была переросшая мне ее пришлось заглублять я выкопал траншеи уложил томаты заглубил и собственно надеялся на чудо и этот томат называется эволюция он индетерминантный но при такой поздней посадки в открытом грунте он не вырастет высоким ну вот собственно говоря всего лишь метр но посмотрите какая урожайность как он прекрасно себя чувствует хорошая здоровая листва и вот первая кисть здесь шесть достаточно крупных томатов некоторые из них конечно немного растрескались но я хочу сказать что передержал вот эту кисть нужно было срезать ее пораньше ну посмотрите какой шикарный томат розового цвета вот если бы были хорошие условия например выращивал бы в парнике либо в теплице конечно результат был бы еще лучше он в принципе предназначен для выращивания в теплице но тем не менее и в открытом грунте он показал хорошие результаты очень достойный томат но еще раз хочу сказать что до трещинки есть но такие погодные условия как в этом сезоне когда у нас самарской области в июле месяце стояла жара 50 55 градусов потом резко похолодало конечно конечно появляются трещины особенно трещат конечно по швам развоплодные томаты но томат достойный и вкусовые качества у него ну просто потрясающие этот томат я выращиваю уже второй сезон в прошлом году выращивал в теплице а в этом сезоне в открытом грунте это индетерминантный гибрид называется он золотояр от агрофирмы партнер и чем он мне нравится но во первых его цвет оранжевый я а просто обожаю томаты и желтого и оранжевого цвета во вторых он мне нравится тем что плоды небольшие и подходят как для консервации так и для употребления в свежем виде но о консервации я бы хотел поговорить отдельно чуть попозже так вот это безумно вкусный томат он сладкий он плотный он мясистый а еще ну как вы видите наверное сами он очень урожайный действительно кто пробовал выращивать этот томат тот подтвердит мои слова однозначно ну так вот консервации вот эту кисть золотояра уже давным давно пора было срезать я хочу сказать что даже перезревший он очень плотный поэтому он просто идеален в консервации кожица не трещит а это очень важно для консервации и он получается ну просто очень вкусный и еще один немаловажный нюанс о котором я обязательно хочу вам сообщить дорогие друзья в это лето очень жаркая в июле в самаре была температура в тени плюс 35 на солнце все 55 так вот этот томат в отличие от других томатов прекрасно вязался то есть ни одного пропуска не было у всех остальных цветки все были стерилизованы потому что пыльца слипалась ничего с этим не сделаешь я даже обрабатывал некоторыми стимуляторами бесполезно ничего не помогает так вот золотояр ввязался просто как угорелый поэтому дорогие друзья однозначно рекомендую этот гибрид золотояр выращивайте не пожалеете однозначно часто можно наблюдать такую картину на томатах плоды растрескиваются и загнивают это происходит по причине попадания патогенной микрофлоры в эти самые трещины особенно обидно когда видишь почти дозревшие плоды с подгнивший трещиной зачастую мы не подвластны над процессами растрескивания плодов это может произойти от перепада температур от обильных дождей и многих других факторов но вот что мы можем сделать так это предотвратить загнивание трещин для этого можно использовать современный биоприлипатель который защитит от проникновения патогенов он образует эластичную биосетку которая защитит растения от патогенной микрофлоры но что очень важно эта пленка не мешает обменным процессом растения в отличие от других прилипателей например мыло желательно обрабатывать таким биоприлипателем растения один раз в 10 дней и конечно его можно смешивать с любыми другими препаратами он в разы повышает эффективность удобрений средств защиты от болезней и вредителей и уменьшает потери всех препаратов разводить такой прилипатель нужно постепенно добавляя немного воды вот вам простой рецепт с помощью которого вы и накормите растения и защитить от болезней рецепт на 10 литров воды для опрыскивания по листу первое это разводим биоприлипатель запомните он называется липосам 10 миллилитров на 10 литров воды второе биологический фунгицид на основе бактерий бациллус субтилис биозащита от болезней биокомплекс бту 40 миллилитров и третье это живое удобрение биокомплекс бту где присутствуют азота фиксирующие и фосфор и калий мобилизующие бактерии которые добывают из воздуха и из пучвы основные элементы питания азот фосфор и калий переводят в легко доступную форму и кормят наши растения один раз в 10 дней обрабатываем по листу все растения этим коктейлем конечно это стало делать гораздо проще когда появились аккумуляторные электрические опрыскиватели все вышеперечисленные семена гибридов томатов и средства защиты растений от болезней вы можете приобрести в интернет магазине семена партнер подписывайтесь на наш канал в ютюбе и на страницу в инстаграм семена партнер желаю здоровья вам и вашим растениям